Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава Талдот. Давайте сегодня попробуем провести такой более глубокий и не совсем легкий урок. Написано в наших древних книгах, в тяжелых ситуациях, на кого надеяться? На Отца нашего, который на небесах. Когда духовное поколение становится все в духовном плане ниже и ниже, нужно положиться на Всевышнего и просить Его помощи. А какой помощи надо просить? Написано помощи в выборе правильного пути. Правильного пути. Вы знаете, Болшемтов сказал очень интересные вещи. Мы с вами как раз эти недельные главы разбираем. Есть две дороги. Божественно все и вторая все божественно. Это две разные дороги. Одна это дорога Авраама, божественно все. Все божественно это дорога Ицхака. Там где эти дороги сходятся, там где они сходятся, вот это дорога Якова. Это уже Тифер, это нейтральная, средняя, идеальная линия. Что такое божественно все Авраам? Авраам понял, что есть реальность за пределами любой другой реальности. Что есть тот, перед которым все не существует. Поэтому он разбил идолов, объявил людям во всех странах, что есть только один Бог. Это дорога божественно все. Все божественно дорога Ицхака. Он видел, что мир весь божественный. Он не искал Бога. Он видел, что все, в каждой мелочи все божественно. Поэтому копал колодцы в земле. Копал колодцы в людях. Выкапывал, выбрасывал тьму. Находил в каждой вещи божественные какие-то вещи. Ицхак боролся с тьмой. Поэтому в каждой дороге есть что-то, чего не хватает другой. Если все божественно, то туда включается даже тьма. Человек не обращает. Тут все чудесно. Но мир не меняется. Тут мир остается таким, как был. Если божественно все, вы преобразуете мир, откапывая и отбрасывая в сторону тьму. И отыскиваете божественные искры. Но тьма остается наможденной сверху. И только Яков, уже вот средняя дорога Якова, о которой мы будем говорить на следующей неделе, означает найти то, что является и во всех вещах божественным, и божественностью в общем плане. То, что за каждой вещью стоит только Бог. Он знал Бога, который одновременно внутри и снаружи. То есть для Якова тьма стала тоже светом. Это немножко сложно, но может кто-то прослушает, кому интересно второй раз. Обычно существует две группы людей. Первые, у кого вообще нет никаких вопросов. Они просто живут. Есть вторые, которые переполнены вопросами, по крайней мере у них возникают. Если у человека жизнь течет гладко, благополучно, то он полагает, что так и должно быть. Он хочет просто сохранить это все, радуется и не особо задумывается. Если происходящее начинает причинять неприятности и страдания, если жизнь начинает течь не так, как прежде, то начинает думать, что что-то управляется не так. Или переполняется обидами к людям, или к тому, кто, не дай Бог, сидит наверху, он обижается, сердится и так далее. Ну вот смотрите, предположим, вы видите великолепную машину с множеством деталей. Все они работают согласованно, один с одним, полной гармонии, далеко за пределами человеческого разума. Исследовав детали машины, вы нашли некоторые принципы непонятные для вас, они вас смущают. Но вы не будете жаловаться на изобретателя. Но на Бога-то некоторые жалуются. Одна из самых больших обязанностей человека в этом мире, размышлять о своих поступках и следить за ними. Только так мы можем выверить свой путь. Написано, ведь идущий по жизни бездумно, не размышляя, хорошего путь или плох, он подобен слепцу, который идет на берегу реки, и опасность для него несомненно огромна. Это Месилат Яшарим. Но Рамхаль говорил еще более такие простые вещи. Человек должен размышлять все время. В особенности, во время отведенной им для уединения, где его истинный путь, по которому он должен идти согласно законам Торы. А затем ему следует подумать о своих делах. Соответствуют они тому пути, который он только что увидел или нет. Благодаря этому он может очищаться от всякого зла и выпрямлять свой путь. Если ты его не сверяешь, ты обречен. Если прочесть вот эти слова Рамхаля внимательно, то станет очевидно, что необходимо размышлять о двух вещах. Первое, каким должен быть истинный путь в общем, и о своих поступках в частности. То есть, куда мы идем и как мы это делаем. Рамхаль, кстати, писал еще, что тот, кто хочет позаботиться о себе, должен следить не только за этими двумя вещами, а еще и думать о том, что он несет вообще, когда что-то делает. Добро или зло во всех своих деяниях. Потому что иногда человеку кажется, что он такой праведник, такой замечательные вещи делает, а на самом деле вещи его достаточно злые. Человеку не надо никогда расстраиваться, если он видит, что в сфере все, что путь у него не очень хороший. И даже если грехов очень много, это не страшно. Я вам больше скажу, сказал Левицках из Бердичева. Он шел, видит навстречу, идет такой известный, ну как бы сказать, неверующий человек. И он ему подходит и говорит, Левицках ему говорит, знаете, как я вам завидую. Тот говорит, и чему же вы завидуете. Говорят наши мудрецы, что если кто-то раскается, то все его грехи будут засчитаны ему как добро. Представляете, какое огромное добро вы накопили в этой жизни, если раскаетесь. Это шутка. А если я чуть серьезнее, то могу сказать, да, действительно, так устроен этот мир. Что бы мы, не дай Бог, не натворили, если мы приходим к правильному пути, если мы раскаиваемся, если мы думаем о том, что, ну, уверяем свой путь, то, конечно, может быть, мы и не успеем прийти к путям Аврама, Эцхака и Якова. Но мы придем к своему пути, а этот путь никак не хуже, может быть, даже и лучше. Мы ведь не знаем, какие силы даны нам. Если мы были Аврамом, мы бы стали Аврамом. Брахава Ацлаха. Хорошего поиска пути и нахождения его.